Ну а сейчас пришло время очередной встречи с Иваном Денисовым. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давайте мы начнем с Болтона, то бишь без Болтона, но с новым решением Верховного Суда. Вот те события, которые произошли накануне. Да, совершенно верно. Трамп меня, конечно, подвел, но это я шучу, вы сами понимаете, потому как уволил Болтона, мое отношение к Болтону вы все помните, а во-вторых, еще сделал это во вторник, то есть вы уже много слышали версий комментариев на этот счет, а мне вот приходится замыкать все, что вы услышали, но, надеюсь, я все-таки не буду уж слишком сильно повторяться, и поэтому я даже не весь сегмент посвятил этому, этой отставке, а вот еще добавил кое-что, связанное с Верховным Судом. Ну и, как водится, благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска, да, ну а теперь с Болтоном. Я, разумеется, ну, наверное, расстроен, да, так скажем, потому что Болтон мне казался одним, да и, собственно, и сейчас кажется одним из лучших представителей Трамповской администрации, одним из самых ярких представителей консервативного движения, такого его более ястребинового, если угодно, крыла сторонников жесткой линии. И я полагаю, что то время, что Болтон находился на посту советникам, он, в общем и целом, то, чего от него ждали вот мы, сторонники того самого крыла консервативного движения, он этого добился. Жесткая позиция по отношению к врагам Америки, желание укреплять отношения с союзниками, прежде всего с Израилем и с Соединенным Королевством. Болтон, кстати, ну это еще произошло, естественно, до того, как он попал на свой пост, но был единственным, например, кто присутствовал в штаб-квартире Брексита, когда еще в 16-м году, когда были обнародованы результаты, и его всегда британские консерваторы, сторонники Брексита полагали действительно своим. Ну, его отношения к Израилю вам хорошо известны и без меня, не буду повторять. Но при всем при этом, наверное, было понятно, что рано или поздно с Трампом конфликт произойдет, и дело даже не столько в Трампе и в Болтоне, хотя, конечно, каждый из них своеобразная личность, сколько в том, что вот эти вот два направления, они рано или поздно всегда сталкиваются. Болтон, и дело здесь даже не только в Трампе, еще раз повторяю, не только в Болтоне. Болтон представляет тех консерваторов, кто всегда за жесткую линию. Эти вот консерваторы, к которым относится Болтон, они были против того, когда еще Исенхауэр встречался с Хрущевым, они были против того, когда Никсон встречался с Брежневым или с Маудзедуном, им не нравилось, когда Рейган встречался с Горбачевым, и вот теперь именно такой человек, он оказался советником по безопасности, и вот эту позицию, максимум давления, минимум переговоров, он, естественно, и воплощал в жизнь, и в общем и целом успешно, как я повторюсь еще раз. Трамп, он для него, сами понимаете, всегда важнее вот это чередование. То есть переговоры, сделки, управление миром как корпорации, это все характерные черты 45-го президента. Ну и понятно, что в конфликт с тем, что предлагал Болтон, они должны были вступить. Плюс к этому примешалось и то, что у Болтона была действительно одна неудача, даже я ее признаю, хотя мы еще не знаем, она на данный момент, может, со временем все это и оправдается, но с Венесуэлой сложилась невнятная ситуация, и там ничего не происходит, хотя вроде бы Болтон этим вопросом занимается. Но, как бы то ни было, еще раз повторяю, я полагаю, что деятельность Болтона на этом посту была успешной, если не считать каких-то моментов, и, увы, его уход это, конечно, потеря. Но и считать, что теперь все будет плохо, я тоже не стану. Проблема не в увольнении Болтона, а в том, кто придет ему на смену. Называются разные персонажи, если придет какой-нибудь Хук, например, такой дипломат, не слишком, может, примечательный, но с опытом в администрации республиканской, то, ну, это, скорее всего, будет ход назад. Если придут Гринелл, нынешний посол в Германии, или Хукстера, нынешний посол в Голландии, помните, я недавно про него говорил, его еще и прочат на пост главы разведки, но, возможно, это будет замена абсолютно равнозначной. Посмотрим. Ну, а Болтону, да, теперь он опять возвращается к позиции вне администрации, я уверен, что он там не потеряется, и в любом случае его нахождение на посту советника по национальной безопасности, повторяю еще раз, это одно из лучших событий первого срока администрации президента. Если говорить о последних самых событиях, о том, что на Болтона обижался Ким из Северной Кореи, что он сорвал, это, правда, спорный момент, там разные говорят, но есть такие данные, что он сорвал переговоры с Талибаном, ну, я лично считаю, что в этом ничего плохого нет, если после увольнения Болтона расстраиваются в Иерусалиме и в Лондоне, но радуются в Москве, в Тегеране и в Пхеньяне, то, значит, человек был правильный во всех смыслах. Сейчас, кстати, раз я упомянул его предпоследователей возможных, его заместитель Куперман остается временным исполняющим обязанности, я не думаю, к сожалению, что Трамп его оставит, но если вдруг такое случится, кстати, тоже не худший вариант, Куперман почти такой мини-болтон, и его очень не любят исламисты, кстати говоря. Ну вот, а что касается срыва переговоров с Талибаном, то я знаю, многие полагают, что с Афганистаном уже пора завязывать, и, в принципе, я с этим могу даже согласиться, хотя там уже сейчас не столько война, сколько просто американское присутствие, даже меньше, насколько я помню, чем в ряде других стран, но да, когда американцы погибают, это никому особенно не нравится. Тем не менее, переговоры переговорами, а надо быть осторожным. Принцип «хороший полицейский, плохой полицейский» президент и советник по национальной безопасности, он, на самом деле, применялся еще Никсоном, только там Никсон был плохой полицейский, Киссинджер хороший, а здесь вот Трамп и Болтон так взаимодействовали, кто сейчас, как дальше это пойдет, я не знаю, уже Болтон был плохим, Трамп хороший. Но в любом случае, если переговоры с Талибаном имели какой-то смысл для того, чтобы американские силы из Афганистана выводить, то точно нельзя было их приглашать на территорию Соединенных Штатов, точнее, в Кэмп Дэвид, где вроде бы они должны были находиться. Я вам приведу очень простой пример, почему это плохо, вне зависимости от того, чем руководствуется американская администрация. Давным-давно, 30 лет назад, даже чуть больше, в 88-м, если быть точным, году, то Шульц, госсекретарь и человек весьма-весьма достойный, большой друг тоже Израиля, кстати сказать, и человек, который хорошо сотрудничал с Рейганом, он, что из себя представляет Арафат, и же с ним знал очень хорошо, и всегда был противником пресловутого Якова Палестинского государства, и вроде бы и контактов с Арафатом. Однако, именно он, так получилось, инициировал то, что эти самые контакты в 88-м году запустились, и Арафат получил визу на въезд в Соединенные Штаты. Шульц до последнего это затягивал, требовал от Арафата гарантии, что тот признает право Израиля на существование и мирные переговоры будет вести с Израилем. Арафат это написал, но вы знаете, какая цена обещаниям террористов. Тем не менее, Шамир, кстати, предупреждал Шульца, они были в хороших отношениях, что надо быть осторожным. Но вот, увы, Шульц при всех своих многочисленных достоинствах сделал то, что сделал, и Арафат, как только он включился, появился в Америке с визой и включился вот в эту систему, то сразу же он стал, так скажем, легитимным игроком в мировой политике. Для сравнения, примерно в то же самое время, моему любимому Яну Пейсли, да, помните, из Северной Ирландии, ему визу не давали в Америку. По другим причинам, но тем не менее. То же самое и с Талибаном. Если они появляются в Америке, то террористы, которые убивали и убивают американцев, они сразу становятся легальной и мощной даже силой в мире. И то, что сейчас им этого не дали, я считаю, очень хорошо. И, надеюсь, не дадут и в будущем. Ну, а вот да, кто придет на смену Болтону, посмотрим. Болтон, кстати говоря, незабываемый. Он изначально юрист. Болтон, более того, он друг того джентльмена, чьи портреты вы видите за моей спиной. И сам Томас признает, что во многом его консерватизм сложился. И под влиянием Болтона тоже. Поэтому, кстати говоря, впору задуматься над тем, что, а ведь Болтон, он, правда, уже в возрасте, и вряд ли это разумная идея, но тем не менее. Но вообще Болтон мог бы оказаться и в Верховном суде, на самом деле. Почему бы и нет? Тем более, что Верховный суд, мы видим, снова попал у нас на первые полосы. И есть отчего. Хотя основная работа суда, она начинается с октября только. Но вы знаете, что на прошлой неделе произошло сразу несколько событий, так или иначе, с судом связанных. Но главное то, что суд, при этом опять-таки серьезным большинством голосов, снял ограничения судьи на решение администрации президента, согласно которому вот те, кто лезут в Америку получать убежище, должны сперва это самое убежище запросить в тех странах, через которые они в Америку пытаются пролезть. Все абсолютно разумно. Более того, как я вам сто раз повторял, и, к сожалению, буду еще повторять не один раз, учитывая ситуацию, подобные дела – это абсолютно пререгативо-исполнительная и законодательная власть. Со стороны Конгресса, особенно Сената, я особого противодействия не вижу. А вот вылезает один судья и все тормозит. Так что Верховный суд абсолютно прав, и даже, вроде бы, да и не вроде бы, а точно либеральные Каган и Брайер, они тоже поддержали конституционное большинство. И так и должно быть, потому что пока суд следует законам, то практически все инициативы, связанные с эмиграцией, если вы их вспомните, они в суде инициативы Трампа и его людей, они выигрывают. Потому что закон, конституция и, если напрямую это не сказано, американская традиция, они действительно полностью на стороне консерваторов и на стороне президента. Тем не менее, вот это вот разгулявшиеся судьи, которые готовы брать на себя функции властителей мира и не будучи избранными, тем не менее, пресекать действия избранных представителей власти, законодательной и исполнительной, они, конечно же, вышли далеко за рамки свои. Тот же Томас, он довольно-таки давно указывает и в своих заключениях пишет, что с этим надо что-то делать с разгулом судей. На прошлой неделе сенатор Коттон и конгрессмен Медоус, они даже внесли законопроект, который сильно ограничивает деятельность судей. И хотя левые уже истерят, но это на самом деле абсолютно разумно. Еще в записках федералиста, отцов-основателей, мы можем обнаружить то, что указания и на то, и в многих других их высказываниях, что юрисдикция судей должна, в общем-то, и Верховного суда тоже, должна исходить из Конгресса. Он должен регулировать, что так или иначе подпадает под юрисдикцию тех или иных судей. И то, что пытаются сделать Коттон и Медоус, чтобы вот эти вот ограничения судей, они сохранялись, их не отменяют совсем, запреты на какие-то решения, они были ограничены географическими, например, рамками. Очень разумный законопроект, но не знаю, пройдет он или нет. Тем не менее, левые-то товарищи, они, конечно же, психуют. И они видят, что если в дальнейшем сохранится подобная тенденция, а именно следование Конституции, так, согласно которой, повторяю, иммиграционные действия Трампа и его администрации будут судом подтверждаться, потому что так и должно быть. Тем не менее, они, да, и понимают, что, возможно, еще и новые перестановки в суде. Вот, вы видите, они опять взялись за многострадального кавана и выкопали эту совершенно идиотскую историю, которую на другой день сами же опровергли. Я даже не буду пускаться в эти подробности из какой-то дурацкой комедии подростковой. Но главное то, что якобы жертва каких-то дурацких шалостей Кавана и его приятеля, она ничего не помнит и отказывает говорить, что ничего такого не было. Но в Нью-Йорк Таймс это написали. То, что она этого не помнит, конечно же, не упомянули. А то, что человек, который якобы все это помнит лучше, чем она, он еще, насколько я знаю, и с Клинтонами связан. Макс Тайр, как все его фамилии. Но вот это, да, это важнее нам, чем реальные показания, вроде бы, потерпевшей. И я думаю, это не изменится. Там еще и книжка на подходе против Кавана. И то, что демократ уже сейчас, знаете, бывает такое, что у людей через каждые несколько предложений или даже через каждые несколько слов слова паразита. Вот у демократов теперь импичмент такое слово. У них что? Сразу импичмент. Через каждые два слова импичмент. Трамп импичмент, Кавана импичмент, и кто там еще им подвернется, тоже импичмент. И хотя они прекрасно понимают, что ничего у них не получится, но сейчас подобное давление, оно, это скорее психологическая атака. Измотать Трампа ближе к выборам и заставить Кавану принимать решения, которые выгодны как раз либералам. То есть, чтобы он оказывался не союзником Томаса Алито Горсача и иногда Робертса, а голосовал скорее за левых. В этом, я думаю, и основная идея вот этой вот новоявленной травли судьи. Поэтому здесь, подводя такой некоторый итог вот этому нашему сегменту, еще раз скажу, что мне жаль то, что Болтон ушел. Я не думаю, что произойдет серьезное изменение во внешней политике. Трамп слишком сильно завязан с консервативным движением, чтобы перед выборами идти с ним на конфликт и назначать себе какого-нибудь леволиберального советника или изоляциониста. Но посмотрим, конечно же, что и как будет. А вот суд и верховные суды низших инстанций, они действительно остаются полями боя и боев достаточно серьезных. И я так чувствую, что скоро и открывающийся сезон верховного суда, ну, мы будем очень часто к нему возвращаться. Но я все-таки надеюсь, что результаты будут такими, как вот последние решения, то есть положительные. Здесь привычно умолкаю. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Похоже, что демократы выбрали своим стратегическим планом представить как бы три злодея. Кавана, президент, вернее, президент Трамп, судья Верховного суда Кавана, и как представитель законодательной власти Митч Маккану. Вот трех человек в качестве трех злодеев, представляющих из себя республиканское правление. И вот, так сказать, не гнушаются ничем. Типичная ложь, обычная ложь, грязная ложь. А в Нью-Йорк Таймс некогда, хотя газета всегда грешила, если вернуться, так сказать, в историю, взглянуть на сороковые-тридцатые годы, когда газета оправдывала, по сути дела, то, что происходило в Германии в конце тридцатых годов, или еще раньше, когда они писали о том, что молодая Советская Республика, так сказать, это прогрессивно, это здорово, это хорошо, то ничего нового в этом нет. А сейчас она опустилась просто, она публикует какие-то сплетни, неподтвержденные фактами, свидетельскими показаниями, превратилась, по сути дела, в такой маркетинг-департмент демократической партии, причем леворадикальной демократической партии. И вот, похоже... Я еще напомню, что Нью-Йорк Таймс и Фиделю Кастро помогли прийти к власти, так или иначе, радужным освещением его деятельности. Но при этом, действительно, газета все-таки считалась, пусть левой и так далее, но хоть сколько-нибудь серьезной. Когда они печатают какую-то бульварщину, откровенную, и ничем не подтвержденную, уподобляясь, если кто-то помнит, газете 90-х российской спид-инфо, если не что, похоже. Но тут, извините. И, тем не менее, она является основным источником информации для большинства вагиноголовых, которые голосуют за демократическую партию. И, мало того, все кандидаты практически тут же выскочили на основании вот этого пасквиля, который был написан, тут же выскочили с требованием объявить импичмент с судьей Верховного Суда Кавана. И никто из них не подумал о том, что, может быть, после того, как было опубликовано некое, так сказать, я не знаю, исправление, что ли, не извинение, но, во всяком случае, коррекция какая-то. Никто из них, никому из этих людей не пришло в голову как-то извиниться, сказать нечто, мол, дескать, погорячился. И потому что у этих людей нет абсолютно моральный опланка столь низка. И этих людей мы, так сказать, демократическая партия выставляет в качестве кандидатов в президенты. Но их избирателей это нисколько не смущает. И после того, как вышло опровержение, я сегодня утром включил СНН, они стал дычат то же самое. Даже на МСНБС утром Джо Скарбора, тот, который ненавидит всеми фибрами души Трампа, и то выразил некое сомнение. Ну, как так может быть? Люди не проверили. Оказывается, женщина, которая должна быть пострадавшей, говорит, что она этого не помнит. Даже у него прозвучало некое возмущение по этому поводу. На СНН продолжают ту же самую историю. Ну, к СНН мы сегодня еще вернемся, я надеюсь. Так как они на прошлой неделе вообще скандалились по поводу. Сейчас вы скажете, я приму звонок, потом вы вернетесь к СНН. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Здравствуйте. Еще дедушка Крылов сказал, когда в товарищах согласия нет, то как друзья вы не садитесь, в политике вы не годитесь. Почему-то об этом никто никогда не задумывается. И у них такое впечатление есть, что кроме личных, так будем говорить, и гонора, здесь у них ничего нет. У них нет... Они даже о своей семье не думают. Потому что, когда затевается вот то, что они затевают, то, что сделал Владимир Ильич, то Крылов начинает, так сказать, идти полным потоком по улицам. Ну, не знаю, чем отрезвить таких людей. Может быть, вы какой-то рецепт знаете? Ну, увы, и я не знаю. Но я с вами согласен. К сожалению, действительно, средства массовой информации превратились в такой вагит-проб леворадикального отребья, и ничего. И продолжают ту же политику, поставили своей целью и задачей свергнуть президента Трампа, и ничто их не остановит. Абсолютно ничего. Но с ними все понятно. Но есть же ведь люди, которые, среди моих знакомых даже есть, которые внешне выглядят вполне разумными, которые получили образование, которые работают, профессионалы, и в то же время поддерживают эту партию. А некоторые вот из наших оппонентов в соцсетях тоже получили образование, работают, а при этом голосуют за Барни Сэндерса. У меня это никак не укладывается в голове, объяснить это. Мне, во всяком случае, это непонятно. Я пытаюсь как-то понять, ну, откуда они, так сказать, с чего бы это вдруг, как, ну, хоть какие-то рациональные мотивы найти не могу, абсолютно никак не могу. Еще один звонок примем. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Я бы, знаете, хотела совершенно из другой области задать вопрос, если можно. Вот я все время участвую в каких-то опросах, но не в каких-то, а начиная с Голуб и ниже, так сказать, в разных. Так вот, значит, в 20-м году в программе нашего замечательного президента один из пунктов будет, что, значит, строительство этой инфраструктуры, там, мостов, портов и все такое прочее, финансироваться это должно по идее вот нашей администрации, республиканской партии, комбинировано не только правительством, то есть деньгами налогоплательщиков, но еще и частным бизнесом, то есть частные инвестирования. Так вот, я бы хотела узнать, какие плюсы, какие минусы, потому что, на мой взгляд, значит, все то, что было до сих пор, это финансировалось только на деньги налогоплательщиков, и обычно, значит, занимались этим профсоюзы, потому что профсоюзы вот эти вот дорожные и всякие прочие, да, так они, естественно, деньги тратили направо-налево в связи с тем, что деньги налогоплательщиков это, как бы, ничейные деньги, а когда боится частный бизнес, то там будет конкуренция, соответственно, будут цены ниже и все остальное. Вот какое ваше мнение? Спасибо большое. Спасибо вам. Ну, вы, собственно, на свой вопрос соответили. Я с вами полностью согласен. И хотя мне самому, вот я вам говорил еще, помните, когда я был более критично настроен к президенту, вот это вот его внимание к инфраструктуре не очень по душе, но он еще с 16-го года признавал, что нужно привлекать частные компании, частные капиталы. И, в общем-то, это совершенно разумно, потому что, когда что-то делает правительство, это всегда очень большое количество денег ваших, улетает неизвестно куда. Частные компании, они более озабочены тем, как экономить, как что делать, конкуренция, вы все сказали совершенно верно. Поэтому, чем больше частного капитала, тем лучше для экономики, и тем лучше для конечного результата, по моему убеждению. А что касается Болтона, у меня тоже такое двоякое к этому отношение, наверное, такое же, как и у вас. Потому что я к нему отношусь точно так же, как вы, с огромным уважением, человек твердых принципов, стоит на твердой позиции. Я думаю, что последней каплей стало разногласие по поводу Афганистана. Это тоже очень сложный вопрос, который просто так не решить. С одной стороны, талибы контролируют значительную часть территории, похоже, так сказать, завладевают. С другой стороны, мы в 2004 году с помощью Министерства иностранных дел помогли им написать конституцию, которая, по сути дела, удовлетворяет всем исламским требованиям. И похоже, что воевать-то они с нами будут не 10-20 лет, как предположил Дональд Трамп, а воевать они будут 100 и 1000 лет, как это всегда происходило на Ближнем Востоке между суннитами и шиитами. Единственные моменты, когда их что-то объединяет, так это против неверных. Они могут, хотя мы знаем, что они из века в век друг друга ненавидят и режут, но в отношении, так сказать, остального мира, в отношении неверных они могут объединиться и на время забыть свои разногласия. Так вот, эта война, похоже, не закончится там никогда. И не знаю, мне понятно желание Трампа, потому что наши парни, наши девушки, которые служат в армии, гибнут все-таки в Афганистане. А с другой стороны, отпустить их... Я не знаю, я не знаю, я не вижу решения этой проблемы. Понимаете? Поэтому у меня такое двойственное отношение. С одной стороны, хочется эту войну закончить и увезти войска оттуда с тем, чтобы не гибли, потому что наши парни гибнут там. С другой стороны, отпустить их совсем, это будет расползаться. Вот как-то так. Не могу. Желательно, да. Тут сложно найти однозначный ответ. Ну, будем ждать и надеяться все-таки на лучшее. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламные объявления, после чего вернемся и продолжим. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Были попытки дозвониться до перерыва. Если по-прежнему остались вопросы, можете позвонить. Ну, а мы, наверное, попробуем обсудить демократические дебаты, которые состоялись на минувшей неделе. Да, совершенно верно. Или примем... Иван, давайте примем звонки. Иван, давайте примем звонки, а потом вернемся к дебатам. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я бы вот хотела задать вопрос или услышать мнение Ивана по поводу... Вот в России, например, очень... Я слушаю иногда на Ютьюбе выступления политологов. Вот недавно слушала интервью и Яковенко, и там Андрея... Ларионова. Ларионова, да. Фамилия, извините, вылетела. Так вот, когда они рассказывают и объясняют какие-то события, касающиеся России, это выглядит так все правильно, как бы логично. Но как только речь заходит о Трампе, об Америке, у меня такое впечатление, что они вдруг, как бы, то ли у них информации нет, то ли они как-то говорят о каких-то вещах, которые, на мой взгляд, совершенно неправильные. Но вот они совпадают не с вашими взглядами или, собственно, не с вами. Вот мне хотелось бы узнать, как вы думаете, почему так происходит? Понимаете, к сожалению, все люди, которых вы назвали, они слишком как раз зациклены на мейнстримной прессе. Мейнстримная пресса, она, вы сами понимаете, какая. Она левая. Но даже несмотря на то, что уже достаточно разоблачений, и то, что и в советские времена, которые все эти люди критикуют, она использовалась в Компартии для дезинформации, и сейчас то же самое, они это игнорируют. Мне это тоже странно, это, вы знаете, все-таки советская черта. Вера в некий орган печатный или теперь электронный. Как тогда вот считали, что Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост, раз они большие, то в них только правда. Вот, к сожалению, то же самое сейчас. Это очень сильно обедняет нашу оппозицию вообще, и людей, которые действительно, вроде порой говорят о Путине и о системе, которая сложилась у нас, разумные вещи, но из-за того, что они, увы, очень, как ни странно, да, тут-то они все говорят, верно, но они очень узколобые и примитивны в своем восприятии западного мира и видят только то, что хотят видеть, вот получается такой кризис. Поэтому, увы, наша оппозиция пока не начнет осознавать, в чем смысл Трампа, в чем смысл консерватизма и в чем смысл нынешнего альянса Трампа и консерваторов, Путину нас никуда не денется, к сожалению. Спасибо. Добрый день, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот только недавно Иран атаковал нефтеналивные танки вот чужих стран и в Саудаск-Аравии. И вот только вчера вот они... Алло. К сожалению... Кстати, я не знаю, что вы меня хотели спросить. Я на что ваше внимание обращу. Я на самом деле только сегодня прочитал несколько очень любопытных материалов на эту тему. Заметьте, что эти новости, они не на первых полосах даже. А случись это буквально несколько лет назад, то вот эти вот атаки это был бы удар по экономике всего мира. А сейчас, ну, где-то там пишут да, я плохо. А знаете почему? Потому что Трамп при всех своих моментах, с которыми можем не соглашаться, он-то свое обещание выполняет. И сейчас Америка ставит рекорды по добыче нефти. И из-за того, что Америка много нефти добывает и, что еще важнее, ее активно экспортирует, то зависимость былой от ближневосточной нефти нет. И поэтому то, что могло бы стать серьезной экономической катастрофой, таковой и не стало. Это стал всего лишь теракт, он опасный, он неприятный, но это не катастрофа. И то, что это не катастрофа, опять надо сказать спасибо Трампу и помнить, что демократы, они как раз мечтают о том, что это я не выдумываю, это не конспирология, это их новые законопроекты в Палате Представителей, что они наоборот будут консервировать, они будут прекращать добычу нефти, они опять будут загонять Америку в зависимость от Саудовской Аравии и кого угодно. Так что лишний повод поблагодарить республиканцев и ни в коем случае не поддерживать демократов. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, Вуфи. Добрый день, Сережа, это Олег, Иван, добрый день. Здравствуйте. Вот мы уже обсуждали, Сережа, в пятницу, где дебаты, вот прежде чем вы начнете, такая преамбла. Так получается, что моя жена немножко связана с людьми, которые живут в Харлем парке. Сережа, ты знаешь, где это? Да. Там, где живут убежденные демократы, убежденные левые, такие евреи-демократы. Вот, и они голосуют всегда за, естественно, хотели голосовать за, ходили голосовать за Хиллари. В этот раз они, такие невертрамперы, тоже кричали, что Трамп не пройдет. И вот когда в пятницу, в субботу, моя жена задавала вопросы этим клиентам, мне говорят, а кто вам понравился в дебатах? Я говорю, никто. Из-за кого же вы будете голосовать? Мы уже не знаем. Вот такая интересная преамбла. Это обнадеживает. Спасибо, спасибо, Леша. Да, и главное, чтобы они, лучше бы, конечно, если бы они уж прямо говорили, что за Трампа. Я думаю, что так и будет. Ну, я очень, да, на это надеюсь. Да, всего доброго. То, что вы видели, это был ужас. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Иван, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какой смысл вести переговоры, если ты все равно знаешь, что тебя обманут? Ведь Россия не выполнила ни одного договора, фактически. Даже тот договор, который был заключен еще Советским Союзом, и то они умудрились нарушить. Вот то же самое с Талибаном. Как ты с ним не договаривайся, они все равно будут делать то, что они захотят. Вот какой в этом смысл? Мы сейчас выведем войска. Они устроят там побоище, и придется вводить войска уже с большими жертвами. Вот мне это все непонятно. Я придерживаюсь позиции Болтона. Но, к сожалению, понимаете, я сам, вы знаете, я сторонник Болтона. Была бы моя воля, к счастью, ее нет, переговоров. Я был вообще против всех переговоров с любыми режимами от Эрдогана до Путина того же самого. Хоть я и здесь нахожусь, мне бы, конечно, хотелось, чтобы наши отношения были нормальными. Но проблема в том, что когда вроде бы я понимаю, почему нельзя с людьми договариваться, а с террористами вроде Талибана и подавно, и нельзя пускать их ни в коем случае на американскую территорию. С другой стороны, как иначе? Просто всех уничтожить, бандитов и террористов в Афганистане, увы, это не получится. Просто установить там колониальный режим американский, это был бы идеальный вариант, поверьте мне. Британская империя нам показала, что только, да и то с Афганистаном у них были проблемы, что только так можно проблемы и решать. Но Америка, по сути, своя антиимпериалистическая страна. А хоть что-то там про нее не говорили, Америка всегда была против колониализма, против империализма. И никакой американский лидер на это не пойдет. И в результате мы утыкаемся с вами в то, что, как бы нам не хотелось выключить из переговорного процесса людей, которые бандиты, просто-напросто, в какой-то момент какие-то контакты с ними, увы, неизбежны. Тут никуда не денешься. Политика искусства возможного, к сожалению. Добрый день, пожалуйста, Филин. Добрый день, меня зовут Исаак. Не знаю, у вас впечатление, а у меня впечатление совершенно другое. В Трампах заходит практически три вида корейских людей, которые хотят сделать карьеру. Первый – это честные люди, нормальные, которые хотят вместе с Трампом это все болото порушить. Вторые – хотят стать президентом любым способом. А третий – просто ему палки в колеса ставить. Смотрите, секретарь средних по национальной безопасности. Первого кандидата съели скоту, использовал подметное письмо с фальшивыми данными этого генерала. Второй просто не потянул. А третьего вот сейчас уволили самого серьезного соперника, тех, кто хочет сделать карьеру и тех, кто хочет стать президентом. Ведь посмотрите, как Помпео смотрит на Трампа. Как кролик на удава. Как удав на кролика, скорее. Готовил шли с маслом в любую минуту. Вот такое у меня впечатление, не знаю, что вы скажете. Ну, это ваша трактовка. Понимаете, люди, которые находятся у власти, они там находятся не просто так. У них у всех свои интересы, как бы ты ни был. И у Помпео свои интересы, и у Болтона, и так далее, и тому подобное. Задача президента, чтобы все эти люди с разными... Да, их многое объединяет, они так или иначе консерваторы. Задача президента, чтобы все это работало на интересы не столько Трампа, сколько Америки. В общем и целом, у него это получается, как бы не клеветало пресса. Администрация это удачно, и внешняя политика ближе к тому, что определяли консерваторы еще годов 50-х, 60-х. Но конфликты неизбежны, к сожалению. Чем больше сильных личностей собирается в одном кабинете, тем больше конфликтов. Увы, Трамп не Вашингтон при всех своих достоинствах. Вашингтон мог... При нем были и Хэмилтон, и Джефферсон. И то там они сильно враждовали. И в какой-то момент Вашингтон подпадал больше под влияние кого-то другого. Трамп, у него тоже много людей, он пытается их как-то сдерживать, направлять их энергию, но не всегда получается. Это вполне нормально, ничего страшного в этом нет. Главное, опять-таки, смотреть на следующее назначение, которое сделает президент. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Да, добрый день. Вот так интересно получается. Турецкий президент встречается с иранским президентом, наносит саудар по Саудовской Аравии. А только что я хамасную передал, что господин Путин сказал, что Саудовская Аравия должна купить у них зенитные ракеты, так как это умно сделал Иран и мудро сделала Турция. Это как-то все игра в одни ворота получается. Вообще-то я не очень верю, что господин Путин не знал обо всем вот этом, что должно произойти. Тем более, что для России поднятие цен на нефть это крайне выгодно. И вот, знаете, вот если еще говорить про Болтона, вот для меня вот то, что делал Болтон, это очень-очень хорошо было для, в всяком случае, для Америки. Он, в моем понимании, он представлял собой вот то движение, которое называлось «бременем белого человека». И когда сейчас стараниями наших левых это бремя белого человека в основном сброшено, вот мир очень быстренько опускается в этот хаос. Вот. Так что, так что, не знаю, чем это все может закончиться. Ну, спасибо вам. Я еще раз повторюсь, если Трамп найдет достойного преемника, то не страшно. Болтон, да, помимо своих качеств положительных, конечно, большой плюс то, что он еще и такой, ну, пользуясь современным языком, раскрученный. Он человек с юмором, он мелькал в самых разных шоу, он мог все объяснить, он был даже в шоу юмористических, и к себе было видно, но он относится тоже с иронией, это большой плюс для политика. Кто придет, посмотрим. Что же касается того однородного ряда, что вы выстроили, тут, да, есть о чем задуматься, и есть еще один момент, о котором почему-то даже западная пресса вроде бы не писала. Ну, почему я могу понять, но тем не менее, все равно странновато. А то, что вот Талибан после того, как провалились переговоры со штатами, направился никуда-нибудь в Москву, вот это мне тоже представляется очень подозрительным, и не особенно нравится, потому что и так известно, что в последнее время путинский режим-то Талибан поддерживает, на самом деле, и то, что у нас в друзьях еще какие-то бандиты, это меня совершенно не радует, и это нас затягивает еще дальше, в такие вообще глубины, которых, вот вы сказали, что катится, что все катится в хаос, вот поверьте мне, по сравнению с тем, что у нас сейчас, вам еще везет, у вас Трамп и компания еще положение спасают, а если у нас Талибан, как само собой, разумеется, в гости приезжает, у нас действительно все плохо. Так, у нас остается буквально пять минут времени, либо мы продолжим тему дебатов, либо вы расскажете нам историю. Вот давайте просто про дебаты, про шпионов, тогда в следующий раз, эта тема тоже достаточно отчасти забавная, поэтому поговорим и про СНН, и про шпионов, и про реакцию на них тогда в следующий раз, а сейчас я очень быстро, тогда, что дебаты нам показали самое главное, что перед нами самый натуральный социалист, уже можно говорить совершенно откровенно, и если бы то, что они все говорили, все эти товарищи, соединить в единое целое, то это был бы такой вполне себе образцовый доклад по внешней политике какого-нибудь там съезда, как и ПСС, кризис капитализма, расизм, насилие, все плохо, богатые богатеют, бедные беднеют и так далее, и тому подобное. Публика вся сливается в единое целое, и когда кто-то выделяется, то только со знаком минус, потому что одни вороны опять отнять и поделить, когда мы говорим о доходах, при этом мы прекрасно понимаем, что все эти разговоры о налогах для богатых, все это кончится тем, что платить будет средний класс все равно, ОРУРК, да и все остальные, вот там отнять оружие, естественно, хотя мы тоже знаем, что это посягательство на право, которое записано в Конституции, Букер рассказывает нам, что надо бороться с хейт-краймс и создавать прямо-таки полицию мыслей, какой-то там особый департамент, хотя мы тоже знаем, что преступление это преступление, а когда начинаешь туда привешивать какие-то там ярлыки, то это уже опасно и тоже граничит с нарушением Конституции, решение суда Верховного мы помним, хейт-спич первой поправкой не без суть покрывается, и вообще, когда вот вся эта зацикленность и Бутиджича, и Букер, и всех остальных на проблемах расизма, она на самом деле ничего хорошего не дает, все тот же замечательный судья Томас еще в решении 95-го года написал, что как только правительство берется за вопросы связанные с расой и расовой классификацией, это всегда заканчивается плохо, потому что чем бы ни руководствовалось при этом правительство, желанием помочь кому-то, еще что-то, но это всегда означает дискриминацию, как раз, так или иначе, и таким образом то, что там предлагают вся эта публика говорит, что расизм в Америке, он укоренен и так далее и тому подобное, только правительство должно эти проблемы решать, это на самом деле только укрепление расизма, но под другими ярлыками, и все это опять против американской традиции, но я уж не говорю о том, что фронтраннеры, они какие-то действительно похожи на комедийный дуэт, и было бы это смешно, если бы не было страшно, один там, ну в этот раз он вообще Байден, я имею ввиду, к счастью, уж совсем полных глупостей не говорил, зато Сандерс вопил как безумный, да еще опять рассказывал нам всем, что Венесуэля тирания, а вот Скандинавия социализм, вообще Сандерс это такой, знаете, пример либерального тоже колониалиста, если хотите, когда человеку говорит, что он лучше знает, что в другой стране, премьер-министр Дании уверяет, что бывший, правда, но тем не менее, что в Дании никакого социализма, а капитализма, но нет, Берни у нас лучше знает, в Скандинавии социализм, конечно же, и он хочет такой же социализм в Америке, это так же, как он тогда рассказывал, что очереди в Советском Союзе это очень хорошо, при этом рассказывал это американцам, если бы он подошел к очереди в Москве и начал бы рассказывать людям там, что это замечательно, живым бы он оттуда не вышел, и хотя я против насильственных действий такого рода, я бы понял людей, стоящих в очереди, но как бы то ни было, и сейчас этот человек толкует о своем видении социализма и навязывает его американцам, ну и конечно же, да, все они нам рассказывали о том, что для нелегалов великовозрастных, якобы, которые якобы были детьми, когда их привезли сюда, это надо гражданство, расширять иммиграцию, то есть практически открытые границы, если, извините меня, Эрик Холдер, человек, прямо скажу, воплощение всего левого, что было, и в обысковой левой администрации Обамы, в интервью потом говорит, что если у нас есть границы, то надо их вообще-то контролировать, и то, что кандидаты в президенты рассказывают нам, это опасно, Холдер, и кто-нибудь о таком предупреждает, но это уже серьезный показатель того, что то, что пропихивают демократы своей политикой, своей программой, это действительно опасно, и это действительно то, что могли бы рассказывать нам представители съезда Компартии в своем желании победить Америку, сейчас это делают демократы, увы, ситуация такая, здесь я вынужденно умолкаю, так как у меня уже времени не остается. Спасибо, Адиш, напомню, что в свое время Сэндер заявил, что американская мечта ближе, так сказать, скорее исполнится в Венесуэле, нежели в Америке, если она ближе к венесуэльцам, вот они движутся к американской мечте, у них больше шансов достичь американскую мечту, чем у американцев, ну вот, похоже, венесуэльцы достигли американской мечты. Опять, пусть вот едет им это рассказывает, а потом посмотрим, вернется ли он единым куском или по частям оттуда. Спасибо огромное, Иван, как всегда, очень интересно и до встречи в следующий раз. Спасибо вам, до встречи.